Дневной разворот Мы говорим о заборах, которые когда-то у нас были жёлтыми, и этому было посвящено много баллад. Я бы так сказала, даже мы здесь исполняли хором с Николаем Гориковым как-то жёлтые заборы, вестники разлуки, пешеходов с дорожной части. Наши слушатели получили домашнее задание и тогда занимались стихотворчеством. Ну а вот сейчас, почему мы возвращаемся к этой истории, пока что не видим в нашем городе, что устанавливается новая партия заборов, но тем не менее получили в Фейсбуке несколько сообщений от специалистов из других городов, которые говорят о том, что в таких крупных городах, как Екатеринбург, например, мэрия начинает убирать заборы, которые километровые установлены вдоль дорог. Я вот сейчас вижу ссылку, которую я нашла у нашей коллеги и друга Натальи Абрагимовой, главной архитектуры Оренбургской области. Она ссылается на материал из Екатеринбурга, а заглавлен он так. На радость урбанистам в Екатеринбурге решили срезать километры заборов, установленных вдоль дорог. И связывает это с ГОСТом, который начинает действовать с 1 апреля. Новые правила, технические средства организации дорожного движения. В связи с этими правилами, говорят, ограждение можно будет демонтировать. Но не во всех местах. Мы сегодня постараемся выяснить. Прямо сейчас будем набирать Наталью Абрагимову, пытаться связываться с Оренбургом. Но прежде давай представим все-таки гостей в студии. Это Анатолий Курбатов, координатор сообщества «Красивый Киров», Игорь Багин, организатор сообщества «Красивый Киров». Добрый день, ребята. Добрый день. Не первый раз мы с Анатолием и с Игорем про «Желтые заборы» будем говорить. Ну, про теперь уже серые, конечно, коричневые. «Желтые заборы» — это название такое, знаешь, как «Яндекс», как «Серокс». Совершенно верно. Я процитирую мэра Екатеринбурга, который сказал, мы эти ограждения будем убирать. Так, нет, это сказал глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков. Мы эти ограждения будем убирать. Такую задачу поставил глава города. Сложно сказать, сколько именно заборов уберем, но достаточное количество. И дальше ссылки. Несколько лет в Екатеринбурге устанавливали заборы вдоль дорог и тратили на это миллионы рублей. Например, в 2018 году мэрия готова была заплатить 6 миллионов рублей за установку ограждений на 10 участках. Ну и у нас, собственно говоря, было много эфиров, когда люди возмущались, почему в этих местах непонятно устанавливаются вот эти заграждения. И руководители, которые у нас постоянно сменяются в городе вот этого департамента, Дирекция дорожного хозяйства, потом управление дорожной и парковой инфраструктурой, да. Объясняли это вот как раз с требованием ГОСТов и требованием безопасности дорожного движения. Ну, требование безопасности дорожного движения, оно, конечно, никуда не девается. И с ГОСТами, на самом деле, тоже ситуация такая, ну, мне не очень понятная. Я вчера попыталась в эти документы погрузиться, и они написаны таким языком, что обычный человек в них не разберется, я тебе сразу говорю. Поэтому, собственно, и надо нам экспертное мнение услышать со всех сторон, со всех возможных сторон, да, чтобы понимать всё-таки, что именно меняется с 1 апреля. Да, хорошо, тогда обращаемся сейчас к нашим гостям Анатолию Курбатов и Игорь Багин. Напоминаем, координатор и организатор сообщества «Красивый Киров». Ребят, что-то слышно в нашем городе по поводу вот этого нового ГОСТа, который с 1 апреля вступает, и каких-то намерений по поводу заборов? Игорь? Нет, ничего не слышно. Да, ничего не слышно. Но вообще, на самом деле, ребята запрашивали в Росдорнии объяснение по поводу вот этих новых поправок нового ГОСТа, и там сказано, что этот новый ГОСТ, вот эти поправки, ну, новый ГОСТ конкретно, он не требует демонтажа дорожных ограждений, пешеходных ограждений, которые были ранее установлены. То, что происходит в Екатеринбурге, это, можно сказать, политическая воля. Мэра. Да, как это еще назвать. Вот. То есть они самовольно убирают эти заборы, да, в том месте, где сейчас ГОСТ не предполагает установку этих заборов, и, возможно, они будут ставить их в тех местах, ну, просто, чтобы не тратить дополнительные деньги, ставить в тех местах, где они необходимы по новому ГОСТу. То есть перенесут? Ну, наверное, так будет проще. Да. А пока мы пытаемся связаться с Оренбургом, все-таки, ребят, может быть, вы поясните, что меняется? Ну, то есть вот из того документа, который есть, и который я распечатала, это ГОСТ 52-289 2019 года, принятый в 2019 году, и вступающий в силу 1 апреля 2020 года. Там есть очень много каких-то, как бы, цифр, что называется, да? Да. Ширина 1 метр, ширина больше 1 метра, детские учреждения, места концентрации, ДТП. Если говорить простым языком, то до 1 апреля 2020 года, согласно ГОСТам по-старым, заборы надо ставить везде, где находятся школы или детские садики, и надо ставить около перекрестков, 50 метров от начала перекрестка и 50 метров. То есть, ну, по большому счету, наверное... То есть все перекрестки со всех четырех сторон, что называется, должны быть огорожены от пешехода, от перехода. И территория вокруг школы тоже должны быть озаборены. Согласно новому ГОСТу, ну, видимо, людям понадобилось, сколько там, 9 лет, да, чтобы понять, что заборы никакой безопасности не приносят, а наоборот даже повышают опасность на проезжей части ввиду различных факторов. Вот сейчас заборы становятся обязательно только там, где нет газонов, и то там написано, что их можно заменить кустарниками. А там, где газоны шире метра, ну, наверное, в большинстве мест у нас в Кирове, то там заборы не нужны. О чем, собственно, и говорили в этих аккориях неоднократно. То есть в старом варианте ГОСТ это не было прописано, да? Нет, 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 я хочу поправить немножко. В старом варианте про кустарники также было написано, то есть особо в Новом ГОСТе практически ничего не заменилось. Там сейчас можно не ставить ограждения, по-моему, после остановок, но если есть тут переход, и за перекрёстком, по-моему, остановка, ну, как-то так формулировка идёт к кустарнике, можно было за место заборов тоже садить. То есть можно было применять другие какие-то способы, а не железные металлические и металлические ограждения? Да, но мы были тут недавно совсем на встрече с Рябовым Михаилом Александровичем в ГИБДД, глава ГИБДД Кирова, и они там объясняли, что кустарники это на самом деле дороже, чем заборы, и, в общем, ну, то, что не в их компетенции вообще находится, в общем, этот вопрос, и они... Да, кстати, для понимания, одна секция заборов в Кирове стоила полторы тысячи рублей и установка тысячи рублей, то есть... Две с половиной тысячи рублей одна секция забора. То есть по длиной полтора-два метра. Полтора-два метра, вот эта вот металлическая из профиля какого-то спаянного история. Вот, а общий... Это дороже кустарников, Свет? Я не знаю, не могу сказать, но однозначно не полезнее кустарник, потому что кустарник выполняет сразу несколько функций. И заграждение, и экологическую функцию тоже. Ну, и эстетическая часть присутствует. И эстетическую, и экологическую заграждение. Особых послаблений нет, и еще случился такой казус с текстом ГОСТа, который приняли совсем недавно, который начнется с 1 апреля действовать. Они забыли там поставить запятую в предложении насчет... И казнить нельзя помиловать. Насчет как раз того, о чем вот Толя сказал, что можно сейчас... Ну, если газона нет... Ну, после этого было официальное разъяснение, где разъяснили, что да, запятую забыли поставить, да. А в чем дело-то в запятой было? Ну, запятой как бы так и не появилось сейчас в ГОСТе. А о чем речь-то шла? В общем, говорится там о том, что если газон вроде бы как меньше 1 метра, то тогда забор ставить, ограждение ставить нужно. Если газон больше 1 метра, то ограждение ставить не нужно. И они поставили запятую в предложении, и вот пояснение про 1 метр стало относиться не к газонам, а к тротуарам. То есть, если тротуар меньше 1 метра, то забор ставить там нужно или не нужно, да, вот получается так. Но по ГОСТам тротуара меньше 1 метра быть вообще не может. То есть, ну, как бы, те, кто пишут... Это нереально. Да, они не должны предусматривать там такой тротуар такой ширины, то есть... Ну, и они как раз потом разъясняют, что если тротуар получается меньше 1 метра, и из-за установки забора в том числе, то тротуар нужно расширять. Да, давайте сейчас перед перерывом процитируем Екатеринбургский портал Е1. Они говорят, что обновленные правила разрешают не устанавливать ограждение после остановок у перекрестков или выездов. Также заборы будут необязательны, если ширина газона между тротуаром и проезжей частью более 1 метра, либо если вдоль дороги растет стена кустарников. Я помню очень хорошо еще, опять же, из своего детства, как кустарники массово высаживались в Кирове. Они были декоративны, с белыми вот этими шариками или с яркими листьями. И тогда говорили не только о безопасности, но как раз и о том, что кустарник задерживает твердые частицы, которые с дороги летят там, да, и отгораживают пешеходную часть от проезжей части. Они остались у нас вдоль Воровского, начиная от производственной до площади Конева. Вдоль Некрасова, да как Космос, на Московской частично остались. Там были аргументы такие, что, а, кустарник там высаживать дороже, чем варить вот этот забор, и второе, за кустарником нужно ухаживать. Ну а за забором разве нет? Ну, конечно, на перекрестке Московской и производственной кустарник остался, и там сейчас еще стоит забор. А, и кустарник, и забор, что вы уж наверняка... Ну да, даже говорить, если о качестве установки этих заборов, мне всегда, я пока проезжаю по Октябрьскому проспекту, например, против цирка, меня прям всегда в кавычках радует забор, который установили. Там уровень земли, ну то есть это дорога идет, и туар ниже где-то сантиметров на 90. И поставили забор от 70-сантиметров, то есть там и так народ не заберется, ему там надо считать по земле. Они все равно поставили забор. То есть есть понимание у меня, что они сидят там у себя в офисе на Азина, в УДПИ, и на карте просто так нарисовали, на место никто не выходит, забор нужен или не нужен, просто ляпали, ляпали и ляпали. Знаем ли мы цифры? Ну да, в том году у нас наляпали на 12 миллионов. При нашем бюджете кировском, я думаю, что это чрезвычайно солидная сумма на такие гадости. Перервемся на полторы минуты и продолжим с нашими гостями и, я надеюсь, с Оренбургом. Пешеходные ограждения, желтые заборы больше не нужны. Спрашиваем мы наших специалистов, ссылаемся на измененный ГОСТ, который вроде как позволяет их демонтировать теперь в некоторых местах, где раньше они были установлены. ГОСТ вступает в действие с 1 апреля. И ссылаемся мы на пост Натальи Ибрагимовой, главного архитектора Оренбургской области. К сожалению, пока связаться с Натальей не можем. Она поясняет решение екатеринбургских властей, которые вот сейчас уже приняли решение о том, что будут демонтировать заборы, их заменять зелеными насаждениями. Говорит она следующее. Когда профильные городские ведомства начнут относиться к проектным работам и профессионалам в этой сфере с пониманием того, что благодаря грамотным проектным решениям бюджет экономит деньги, а жители получают красивый город, тогда и заборы не придется ставить, подчеркивает Наталья Ибрагимова. Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области Центром была проделана работа по изучению действующих норм и норм, которые примут в ближайшее время. Решение по минимизации устройств заборов было найдено. Сегодня Центр развития готовит дизайн проекта по благоустройству тротуарной части вдоль дорог в историческом центре, ремонт которых пройдет в 2020 году. Коллеги из Екатеринбурга еще быстрее отреагировали. Надеюсь, и у нас препятствий, чтобы не поставить заборы, не придумают, а просто исполнят проектные решения. Но у нас такой Центр, сколько мы не лоббировали и не пытались как-то достучаться до городских. Так и не появился. Так и не появился. Появился при коммун-проекте, или как он там находится. Там мне рассказывал чиновник городской администрации, которая тоже за Центром компетенции, что она позвонила, дедушка взял трубку и такой, ну да, нас опиздали, я не знаю, что делать. Ну, наверное, вот у меня вот есть зам и есть еще начальник отдела. Я им сейчас полставочки нарисую, и вот как-то так. Это не тот Центр компетенций, который рисовали себе общественники. Это были рекомендации Минстроя или даже требования Федерального Министерства строительства. Вот такие Центры в каждом регионе, чтобы были образованы, чтобы в них работали профессионалы, и подходили грамотно и комплексно к развитию городской среды. Вот фактически, по факту, да, Де Юра есть такой у нас Центр, а по-настоящему он не работает. Как, наверное, и все институты в Кировской области, и в России вообще. Не знаю, но вот это точно уже выясняется, что не работает. А можно насчет ограждения еще сказать? Нельзя, потому что там звонок. Вот, Толя скоро станет ведущим нашей программе. Точно, у нас есть телефонный звонок. Да, мы сейчас... Есть звонок. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете представиться? Мы немножечко не в курсе, кто вы. Так-то это вы меня, конечно. А, Андрей Бессолицын, да? Да, да, да. Андрей Бессолицын, начальник отдела безопасности дорожного движения управления дорожной и парковой инфраструктуры. Добрый день, добрый день. Да, здравствуйте. Андрей, можете ли вы нам пояснить, что происходит и будет происходить с 1 апреля с нашими ограждениями пешеходными в связи с тем, что изменился и вступил в силу Новый Год? Вступает с 1 апреля. Вступает, да. Ну, я вам скажу, что на сегодняшний день какие-то изменения в части установки ограждений пешеходных у нас, собственно, не произошли. Здесь, наверное, более конкретизировали сейчас. То есть раньше мы имели редакцию, что пешеходное ограждение устанавливается у всех регулируемых пешеходных переходов по 50 метров в каждую сторону. Сейчас эта формулировка осталась абсолютно так же, только ограждение допускается, прерывайте в местах остановок общественного транспорта и разрывов, въездов, выездов. То есть, и не более того, то есть раньше, как бы, в старой редакции ГОСТа, если ее следовать, она была закрывать полностью ее остановки и проезды, логически так бы. А на сегодняшний день мы говорим о том, что если есть разрыв, либо есть какой-то либо остановка, то здесь просто делался разрыв и не более того. А также ограждения, они ставят у всех регулируемых наземных пешеходных переходов по 50 метров в каждую сторону. У пешеходных переходов расположены вблизи участков дорог, проходящих вдоль детских учреждений. И здесь еще, кстати, добавили дополнительный пункт, раньше его не было, это в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. То есть, здесь, согласно Нового ГОСТа, этих мест станет еще больше, чем нежели было. О как! Да. А изучили ли вы опыт Екатеринбурга, который вот сейчас планирует демонтировать некоторые заграждения? Вот они на чем основывают свои решения? Ну, естественно, я не готов сказать за город Екатеринбург, как бы, наверное, их лучше бы спросить. Но вот на сегодняшний день мы имеем достаточно предписаний от органов госавтоинспекции, от прокуратуры. У нас представления вносятся регулярно. Есть даже судебное решение о том, что необходимо данное ограждение на уличной дорожной сети применять. И еще в больших, да? В первую очередь, в местах от детских учреждений и регулируемых пешеходных переходов. Андрей, скажите, пожалуйста, на 2020 год запланирована ли установка вот этих ограждений? И если известно, то в каких объемах? Ну, на сегодняшний день мы сейчас реализуем мероприятие в части безопасности дорожного движения по программе «Безопасное качество на дороге». Значит, там, где у нас имеются регулируемые пешеходные переходы, мы вынуждены ставить пешеходное ограждение, потому что есть требования нормативных документов, где сказано, что такие ограждения на регулируемых переходах должны стоять. И где детские учреждения у нас непосредственно в языке располагаются. Да, мы это поняли. А объемы установки заграждений в 2020 году? Окончательный объем, он еще не обсчитан, то есть сейчас у нас часть документов направлена на прохождение экспертизы, то есть там по результатам мы уже получим заключение, и тогда мы можем говорить о первом этапе, то есть какой объем у нас будет. Ну, примерно хотя бы каких… Примерно где-то около 2,5 тысяч. 2,5 тысяч метров. Это метр. Да, да, да. Пешеходные ограждения. А правильно ли мы понимаем, вот 2,5 тысячи метров пешеходных ограждений, правильно ли мы понимаем, что стоимость одного метра такого пешеходного ограждения полторы тысячи плюс установка одна тысяча, то есть 2,5 тысячи за метр установленного ограждения? Абсолютно верно. То есть 2,5 тысячи метров надо умножить на 2,5 тысячи, вот, собственно, сумма. У меня еще такой вопрос, я не знаю, могла пропустить, конечно, но ведь ГОСТ не регламентирует вид этих ограждений пешеходных. Мало того, я так понимаю, что можно, например, отказаться от этих металлических конструкций, но придумать что-то более такое, ну, как бы симпатичное. Или это будет дороже? Ну, друзья, ну, давайте я бы вам так верить, ведь ограждение, в первую очередь, оно не то, что вот оно как стоит, да, его еще нужно потом мало его уснуть, его нужно еще содержать. То есть если мы говорим, допустим, о ограждении, у него есть четкая высота, один метр. То есть метр ограждения по высоте. Можно, конечно, применять ограждение пластиковое, да, допустим, но на сегодняшний день мы понимаем, во-первых, это материал, имеющий более высокую хрупкость, то есть цена его незначительно дешевле, а ремонтность его какая. Здесь же надо, ведь, как бы, исходить еще из этих, как бы, моментов, то есть ремонт и содержание данных ограждений. Ну, на сегодняшний день, вот, как бы, мы уже пришли к тому, что все-таки в большей степени нужно применять оцинкованное ограждение. Во-вторых, как бы, они более-менее, ну, они, во-первых, имеют незначительное удорожание, но они имеют более эффектное содержание их, то есть менее затратное, уже не нужно их красить, и эстетический вид у них намного выше. То есть они долговечнее и выглядят симпатичнее? А насколько удорожание, вы говорите, не означает, насколько? Нет, там у них, там в отношении с красными у них практически одинаково, а цена там, естественно. Так, есть еще вопрос от Анатолия Курбатова, красивый Киров. А почему вы не рассматриваете кустарники в качестве ограждения? Кустарники в качестве ограждения? Да, по ГОСТу они не... Их, 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 да, допускают, поставить кустарник, посадок сплошной, причем кустарник, высотой 0,8, не меньше метров, то есть мы понимаем, что сплошная посадка кустарника в такой высоте, она не везде применима, будем так говорить. То есть там, где у нас есть такая возможность, почему нет, но их применить в части городской застройки практически невозможно, потому что у нас тротуары располагаются слишком близко к краю проезжей части. Подождите, где у нас тротуары располагаются ближе к краю проезжей части? Ну, близко. Это процентов на 15, если брать весь город. Я вот сейчас ехал со стороны Зонального института, там газон шириной 12 метров, и там стоит забор ограждения. Какой смысл там был в этой установке, и от чего он ограждает, и зачем? То же самое, там вдоль улицы Конева, непонятные заборы, вдоль улицы Калинина, там 13 метров газона, и стоит забор. А если по голосу прямо написано сейчас, что при ширине газона больше обедного метра, основка заборов не обязательно, не нужна. Давайте мы будем говорить о том, что это... По поводу цены кустарника, ну, 2500 рублей за метр, он будет дешевле. И он гораздо стичнее выглядит, чем забор оцинкованный, не оцинкованный, крашеный, не крашеный. И он хотя бы выполняет какие-то функции по эстетике, он задерживает эти же части, которые грязь следит за дороги и все прочие вещи. Давайте два, вот сейчас, Андрей, вы услышали два вопроса по поводу заборов, которые стоят сейчас у газонов шире, которые шириной, газоны шириной больше одного метра, это первый вопрос. И второе, все-таки кустарники, как утверждает Анатолий Курбатов, не дороже, но и эстетичнее, и экологическую функцию выполняют. Ну, по этому вопросу надо, во-первых, как бы понимать, что его нужно еще прорабатывать, это введение новое, так? Во-вторых, говорить о том, что кустарник стоит там дешевле или дороже, это тоже, как бы, это вопрос, потому что, во-первых, кустарник, он требует за собой немалого ухода, это подрезка его. То есть, содержание здесь будет, надо же исходить еще из содержания. Я могу тоже вам сказать, что содержание. Это же его стричь нужная. Ух ты, ужас, какой он постарник. Понятно, мы говорим об эстетигенах, мы должны понимать, что это, во-первых, как решаться вот так за один день, вот таким вот это, и то. Здесь все, наверное, должно быть. Да, Андрей, смотрите, какая история. Просмотрена, просчитана, как бы, да. Простите, пожалуйста. Говорите о том, что в той или иной случае. Слушайте, вот все-таки история с тем, что теперь, в соответствии с новым ГОСТом, не нужно устанавливать заборы у газонов, которые больше одного метра. Может быть, тогда эффективнее сейчас просмотреть, где мы устанавливали вот этих заборов у газонов, которые Толь, например, Курбатов перечислил, и оттуда демонтировать и перенести. Это же будет экономия средств? Ну, на сегодняшний день мы понимаем, во-первых, как бы, демонтаж данного ограждения, это тоже, как бы, во-первых, делаться не бесплатно. Это первое. Второе, если мы говорим о демонтаже, то есть оно устанавливалось, детонировалось, закапывалось, то есть его не просто так оттуда достать. То есть, возможно, при демонтаже будут повреждены какие-то элементы данных конструкций. Соответственно, дальше идет транспортировка, перевозка, установка опять по-новому. И на сегодняшний день у каждого ограждения там есть предельный срок эксплуатации. А сколько, кстати, предельный срок эксплуатации вот этих конкретных? Для ограждений 5 лет. 5 лет. А с какого года у нас начали устанавливать эти заборы? С 2009. 2009 и некоторые заборы уже вышли, я так понимаю, да, и срок эксплуатации закончился. Закончился, причем дважды закончился. Вот общая какая-то картинка по всем этим ограждениям, вот статистика, где, какие, когда установлены, когда замена, где планируется установить. Человек открытые данные такие может получить? Ну, таблица какая-то сводная. Ну, или там, да, карта города, и понятно, что вот здесь такие заборы, здесь такие, здесь такие, газоны, здесь сякие, тут уберем, тут поставим. Ну, на сегодняшний день, давайте, по-моему, так и все технические средства, они устанавливаются на основании проектов организации дорожного движения. Такие проекты у нас разрабатываются и вносятся к изменениям регулярно. Данные проекты, они, конечно, у нас не имеют, не открыты на открытых площадках, потому что, как бы, это документы для внутренней работы. Если, конечно, по каким-то запросам они, там, просят нас, там, суды предоставить, должностные лица органов полиции, все, с вами предоставляют такие сведения и данные. Так, это документ рабочий, поэтому... Поэтому его в открытом доступе нет? Ну, на сегодняшний день нет. Понятно. Как бы, такой необходимости, его антагнить ее не было. Понятно, спасибо большое. Андрей Бессолицын, начальник отдела безопасности дорожного движения, управления дорожной и парковой инфраструктуры. Прервемся на полторы минуты рекламы и продолжим. Продолжаем программу «Дневной разворот». Светлана Заньку, Анна Лапшина, Анатолий Курбатов и Грибагин в нашей студии. Мы говорим об установке так называемых желтых, а теперь уже серых заборов, которые с 1 апреля... Вот изначально мы думали, что будет необязательно в некоторых местах, но управление дорожной и парковой инфраструктурой говорит нам о том, что по новому ГОСТу, который вступает в силу 1 апреля, этих заборов в нашем городе может стать еще больше. Ну, то есть в каких-то местах действительно можно не устанавливать, что касается там газонов, шириной больше 1 метра, а в каких-то, наоборот, требования усилились. И, как было сказано, первая очередь установки забора сейчас проходит экспертиза, на нее запланировано 6 миллионов рублей, и таких очередей, вот Толь, ты говорил, в перерыве 3 должно быть, да, в Кирове. В этом году? Да, в этом году 3. Ну, вот, да, 6 миллионов и, смотрите, еще 3. У нас есть экспертная связь. Наталья Багилова, я надеюсь, да, с нами на связи главный архитектор Оренбургской области. Наталья, добрый день. Добрый день. Наташа, очень приятно слышать тебя. Здорово, что в Оренбургской области мы следим за твоим фейсбуком, и здорово, что в Оренбургской области подходит комплексно к организации городской среды. Скажи, пожалуйста, вот что касается этих пресловутых заборов, которые понаставили во всех городах в большом количестве? Да. Все-таки позиция региона, позиция Оренбурга в их отношении какая? У нас очень жесткая в городе позиция. Кустарники дорого, сажать дорого, ухаживать дорого, эстетика не главная, главная безопасность, поэтому железные заборы сроком службы 5 лет, это эффективнее. Как у вас? То есть, смотрите, когда мы впервые услышали о том, что действительно в историческом центре, я уже не говорю про какие-то периферии, а вот именно об историческом центре, начали устанавливать заборы, мы собрали совещание у губернатора, и вот этот вопрос обсуждался. И с представителями ГИБДД, и с представителями иных там заинтересованных организаций. И я задавала вопрос, есть ли возможность нам использовать иные методы обеспечения безопасности, компенсирующие заборы, ну, например, те же самые газоны, тоже высаживание живых изгородей, деревьев, может быть, формирование параллельных парковок. На что мне было четкое указание от ГИБДД, что нет, невозможно, потому что есть определенный ГОСТ, который регламентирует и регулирует все эти установки. Тем более, если мы говорим о использовании, о ремонте дорог в программе безопасной и качественной дороги, то есть где-то точно должно быть, заборы должны быть установлены по этой программе. И я сказала, давайте мы проработаем нормативную базу, мы посмотрим, что мы можем сделать, какие, может быть, найти все-таки меры, или хотя бы проработать новый вид забора для исторического центра. И сотрудники нашего департамента начали работать на нормативной базе и как раз нашли документ, который вот выходит в апреле уже, который позволяет компенсировать компенсирующим мероприятиям достичь безопасность и использовать там зеленые изгороди в виде кустарниковых насаждений, деревья и газоны шириной. Подходим ли мы комплексно? Да, это приоритетный подход сегодня, особенно это касается тоже исторического центра. В этом году, в 2020-м, мы разрабатываем дизайн-проект на пять улиц в нашем центре, которые не только включают себя ремонт дорог и полотна, но также и прилегающие территории благоустройства. И вот в рамках этого дизайн-проекта мы предусматриваем газоны шириной метр, живые изгороди, деревья, новое освещение с прокладкой проводов под землю и мощение тротуарной плиткой. И большого формата, где ходят пешеходы, и более мелкого для технической полосы, куда мы будем монтировать знаки, освещение и так далее. То есть вот эти проекты даже или эти позиции обсуждаются прямо на уровне губернатора? Да, безусловно. Это очень важно на самом деле. И когда я пришла работать в правительство и непосредственно оторганизовали департамент, все понимают важность их взаимодействия главного архитекта с руководителем региона, потому что мы формируем общую картинку, и это влияет, соответственно, на его имидж, на его рейтинг. Естественно, такие вопросы мы выносим на обсуждение, потому что они не всегда заходят в мэрию и находят там понимание. Вот так. А вот эта история все-таки с Екатеринбургом, на которую мы тоже отреагировали сегодня, эфир этом посвящаем, где мэрия Екатеринбурга говорит, что будет даже демонтирована некоторая часть заборов. Это что такое? Про что? Это то же самое. То есть теперь есть документ нормативный, который позволит убрать заборы, которые стоят, например, на газонах, или которые монтированы параллельно с живой изгородью. Есть и такие примеры. И у нас это тоже есть. Я надеюсь, мы к этому тоже подойдем. Но пока пристальное внимание только на центр, чтобы мы не поставили новые. Если уже эта практика приживется, естественно, мы будем смотреть, где можно будет убрать ненужные, которые не влияют на безопасность. Спасибо большое за комментарий. Хорошего дня. Прощаемся. Наталья Ибрагимова, главный архитектор Оренбургской области, была с нами на связи. И мы, конечно, еще хотим выслушать ГИБДД Михаила Рябова. Будем набирать начальника отдела ГИБДД по городу, полковника полиции. Ваш комментарий, коллеги. Красивый Киров. Да, мы затронули сейчас тему программы безопасности, безопасных и качественных дорог. Дело в том, что я подбиваю статистику с 2016 года и по сегодняшний день по всем городам, и по городам, которые участвуют в БКД, и по городам, которые не участвуют в БКД. И темпы снижения социального риска, ну, главный показатель смертности на количество населения, в городах, где нет БКД, темп вот этот выше по снижению социального риска, чем в городах, где БКД есть. Да, в отдельных случаях там. Ну, потому что... Где-то медленнее ездят, что ли? Нет, эти все меры, они действительно не повышают безопасное дорожное движение. Они, наоборот, увеличивают опасность. И я только хотел маленькую ремарку. Мы послушали чиновника Оренбургской области и чиновника города Кирова. Разница огромная. Пусть слушатели сами поймут в чью сторону. Насчет ограждений, да, тоже я хотел еще сказать. Пример Москвы. Да, там с 2010 года реализуется программа «Моя улица», где в нарушение всевозможных ГОСТов и так далее реконструируют улицы. Там порядка сотен улиц уже в программе было реконструировано. И там принудительно убирают ограждения. И есть статистика уже, там Стрелка выступала с этими докладами, что у них на 50% снижается количество ДТП, снизилась смертность и так далее. То есть они применяют другие методы, им ничто не мешает нарушать этот ГОСТ. И статистика, она как бы намного лучше, чем в городах, где применяют эти ограждения, эти ГОСТы все и так далее. Сейчас спросим у ГИБДД, у нас на связи. Михаил Рябов, начальник отдела ГИБДД по городу Кирову, подполковник полиции. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, мы вот тут пытаемся разобраться все-таки. Новый ГОСТ, который вступит в силу с 1 апреля, он улучшит ситуацию с безопасностью на наших кировских дорогах или нет? Хороший вопрос. Михаил Александрович, как вы ответите? Значит, действительно, у нас с 1 апреля текущего года вступает в силу новый ГОСТ, который будет регламентировать правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров. И в том числе ту тему, которая сегодня обсуждается, это дорожное ограждение. Если говорить о каких-то принципиальных отличиях от действующего ГОСТ, которым на сегодняшний день регламентированы порядки правила применения дорожных ограждений, то каких-то глобальных существенных изменений новый ГОСТ в себе не несет. То есть, в частности, здесь конкретизированы некоторые моменты, связанные с теми процессами, которые происходят сейчас в рамках национальных проектов, направленных на повышение безопасности дорожного движения. В частности, появился такой момент, если мы говорим об ограждениях. Это пункт применения в местах концентрации ДТП, связанных с наездом на пешеходов. То есть, в действующем ГОСТ этого момента нет. И поскольку национальные проекты у нас направлены на то, чтобы снизить количество местной концентрации ДТП, вот в связи с этим появился данный пункт. О целесообразности, если говорить о установке дорожных ограждений, мы собирались в прошлом году с представителями общественности, в частности, с теми, в том числе, кто присутствует сегодня в студии, обсуждали этот вопрос. Наша позиция, позиция госавтоинспекции, в принципе, осталась неизменной. Дорожные ограждения, они в первую очередь, и если мы говорим сейчас о пешеходных ограждениях, направлены на то, чтобы максимально исключить выход пешеходов на проезжую часть, на тех участках уличной дорожной сети, где это, во-первых, небезопасно, во-вторых, там, где это запрещено законом, правилами дорожного движения. В частности, вот, если говорить о статистике, у нас каждый год мы наблюдаем одну и ту же картину, фактически, если мы возьмем общую массу дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, с погибшими, то примерно половина, примерно половина, это как раз пешеходы. Причем значительная часть, это выход на проезжую часть в тех местах, где это запрещено. Значительная часть, это какая часть? Ну, вот, смотрите, на сегодняшний день, вот, если смотреть оперативные данные, на данный момент на территории города Кирова зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествий, в которых 181 человек получил травмы, 3 человека погибло. Вот, из этой цифры 59 человек, вернее, 59 дорожно-транспортных происшествий, 61 пострадавший и 2 погибших, это пешеходы. То есть, вот, насколько весомый, так сказать, если можно сказать... Мы понимаем, что пешеходы, но на каких участках? Участки, в том числе, вот, смотрите, если мы говорим о местах концентрации ДТП, в прошлый год на территории города Кирова 31 место концентрации ДТП. Из 31, 18 так или иначе связано с наездами на пешеходах. То есть, опять же, подтверждается та статистика... Не, не, Михаил Александрович, прошу прощения, у нас полминуты осталось. Все-таки нам очень важно знать, где эти происходят ДТП. Действительно, люди перебегают в неположенном месте, и забор там надо ставить, или на пешеходных переходах? Есть процент как пешеходные переходы, так и места, не положенные для перехода проезжей части, там, где необходимо обустройство пешеходных ограждений. Скажите, вот лично вы, это вот напоследок, все-таки не против того, что вместо соборов, например, кустарник можно было высаживать? Как лично я, и, наверное, эта позиция вообще в целом госавтоинспекции заключается в том, чтобы физически ограничить выход пешеходов на проезжую часть. И неважно, забор или кустарник. Заборы, либо кустарники, физическое препятствие. То есть, тут уже от города зависит, да? Конечно. Понятно, спасибо большое. Первая часть дневного разворота завершена. Нашим гостям спасибо, уходим на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...